Доброе утро! Морской и речной флот России всегда были и остаются важной составляющей транспортного комплекса и неотъемлемой частью всей экономики нашей необъятной страны. Сегодня в преддверии праздника у нас в гостях генеральный директор АО «Северич флот» Айрат Чумарин. Айрат Раисович, доброе утро! Доброе утро! Прежде всего мы поздравляем вас с наступающим праздником. Итак, День работников морского и речного флота. Как будете отмечать? Есть ли какие-то вообще традиции? Как нужно отмечать этот день? Морщиков, День работников морского и речного флота отмечается ударным трудом. Потому что это как раз самый разгар навигации, а для нас это еще основная работа, надо возить наших югорчан. Поэтому мы, конечно же, ударно люди, будут в праздничном настроении, будут красивые флаги расцвечивали на проходах подняты. Но и ударным трудом встретим этот праздник. Айрат Раисович, мы знаем, что вы только что с самолета, только что из Москвы буквально. Мы знаем, что вы съездили туда не просто так на отдых, а на поздравления. Расскажите, как это было? Да, значит, коль скоро я сегодня в будильнике, я хотел бы разбудить югру и сотрудников «Северич флота» радостной новостью. О том, что вчера в Министерстве транспорта была расширенная коллегия. И вчера нас поздравили, отметили нашу работу и наградили нас званием «Лидер отрасли» в Российской Федерации. Ну это очень достойно и почетно, еще и к празднику прямо оно сложилось очень хорошо и красиво. Какие еще есть последние новости? За кадром вы нам очень много всего интересного рассказывали. Давайте теперь в эфире. Новостей очень много. Мы позавчера спустили на воду новый метеор, совсем новый проект. Это метеор 2020, который будет выполнять рейсы на Березово. Значит, он совсем не похож на те метеоры, которые мы знаем. А чем он отличается? Вы знаете, Дон, во-первых, изменились габариты, изменилась мореходность, комфорт. То есть очень большое внимание мы уделили комфорту. По фотографии это вообще салон самолета Боинга. То есть мы примерно взяли за основу вот эту штуку. То есть кресла широкие, красивые, полки закрывающиеся в случае, чтобы шторм там ничего не падал нигде. Немножко изменили. Совсем мы изменили компоновку судна. Двигатели сейчас находятся совсем в кормовой части. Поэтому в салоне будет тишина и покой. Можно спокойно ездить, наслаждаться жизнью и так далее. А когда он... Одну секунду перебила. Он у нас такой один будет? А есть в планах вообще заменить все на такие? Нет, подождите. Мы меняем... Мы, наверное, такой хитрый вообще речники. У нас метеоры меняются. Два типа метеоров. Метеор 120, который у нас уже ходит на Урманный, он выполняет рейсы до 300 километров. И вот этот метеор 2020, это уже дальнемагистральный пароход. Он будет выполнять рейсы там на Березово, например. А когда он ожидается? Когда он приедет? Ну, у нас северные моря, они нас, так сказать, держат. Поэтому мы предполагаем, что в сентябре месяце мы здесь его уже получим. Точно так же мы будем делать испытательный рейс, и он у нас станет в работу на будущий год. Ну, в любом... А, то есть он до конца навигации в этом году может не успеть, да? Ну, в любом случае он у нас есть, мы уже этому рады. Да. Вообще в празднике принято говорить о достижениях. Расскажите вообще о последних или самых ярких запоминающихся достижениях Северич флота. Ну, слушайте, вообще на самом деле Северич флот, я много раз уже говорил и не устану повторять это, Северич флот является локомотивом вообще обновления и крылатого флота Российской Федерации. Кстати говоря, это благодаря самоотверженной работе речников, не менее самоотверженной работе нашего департамента транспорта. И, конечно же, непосредственным участием Натальи Владимировны. Потому что она у нас является, собственно говоря, самым главным речником Российской Федерации теперь. Это она. Это действительно так, потому что без ее, так сказать, руководящего перста у нас бы ничего не получилось. И действительно так, я вот с коллегами разговариваю, с речниками, они говорят, да, действительно, Югра, благодаря вот такой позиции губернатора, мы являемся лидерами, мы являемся локомотивами отрасли вот в крылатом флоте, в скоростном флоте. Достижений много, флот обновляется, работаем, даст Бог, так сказать, выйдем на следующий этап обновления флота, модернизация, так сказать, все хорошо. Вы, как человек с большим опытом, с большим стажем, можете назвать себя старым морским волком? Если да, то почему? Как я могу себя назвать старым морским волком? Молодой человек, умный, красивый, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил. То есть это Карлсон получилось? Практически, да. А что у вас вообще связывает с флотом? Расскажите. Слушайте, значит, я ни дня не думал, что буду работать в какой-то другой отрасли. Речную техникум, институт женеров водного транспорта, еще одно образование Макаровка, это морское образование. И все время работал только во флоте. У вас это семейное или вы? Нет. Вы начинатель, да? И не начинатель даже, дети не пошли в этом плане. Мы еще раз поздравляем вас с наступающим праздником. А можно я своих-то... Конечно, конечно. И мы передаем слово, чтобы вы как раз, да. Пожалуйста, все камеры обращены на вас. Спасибо. Ну, на самом деле, когда просто так говорить, шутить, это одно, а серьезно поздравить свой коллектив и вообще речников, не только наших, не только Северный Шлот, а вообще всех речников, всех моряков Югры, Западной Сибири, России с праздником. Днем работников морского речного флота. У нас очень тяжелая работа, очень тяжелый труд. Я нисколько не кривил душой, когда сказал, что мы не празднуем этот праздник в том понимании, как понимание праздника, а наш праздник – это ударный труд. Мы с вами соединяем берега, мы с вами обеспечиваем транспортную доступность населения, возим грузы, народно-хозяйственные, нефтеналивные. Очень важная работа у нас, архиважная. Не будь нас, может быть, и не было бы. Мы являемся артерией, собственно говоря, экономики страны. Поэтому я всех от всей души и сердечно поздравляю, всех речников, всех моряков с нашим профессиональным праздником. Желаю вам традиционных 7 футов под килем. Желаю, чтобы семейное благополучие было, чтобы счастье, здоровье, успехи, выполнение плановых заданий, безаварийная работа. Всегда, чтобы на берегу ждали любимые, чтобы все было хорошо. Товарищи, вас всех поздравляю. Ну а мы присоединяемся, говорим спасибо, что пришли и будем видеть вас всегда у нас в гостях. Спасибо вам большое. С гостем прощаемся, вернемся буквально через несколько минут, не расходитесь.